В Ивановской мэрии на очередном заседании Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения обсудили ряд предложений, которые должны сделать дороги областного центра безопаснее для пешеходов и транспорта. Первый вопрос на повестке дня трагический. Как избежать ДТП возле пешеходного перехода в район дома номер 26 по улицу Куконковых? Пару недель назад там насмерть сбили молодого человека. Предложим вам посмотреть вопрос о выполнении комплекса мероприятий по ограничению скоростного режима по устройству шумовых полос на вышеуказанном участке дорожной сети. Срок выполнения данного предписания стекает у нас с 10 августа. Для повышения безопасности на дорогах власти приняли важные решения, связанные с уличным освещением. Сейчас фонари включают в соответствии с установленным графиком. Куда более логичный вариант – сжигать огни, когда это действительно необходимо, в зависимости от погодных условий. Возможно, чтобы исключить какую-то субъективную оценку, мы предлагаем установить технические средства, которые нам четко определяли уровень освещенности. У нас одна минута работы уличного освещения составляет 214 рублей. То есть, соответственно, по году, если раннее включение на 15 минут, то у нас увеличение в 2,5 миллиона прогнозируется. Но когда мы это обсуждали еще до того, как состоялась рабочая группа, я, конечно, однозначно сказал, что ни в коем образом мы не должны поставить на одну чашу рисов 2,5 миллиона рублей. И здоровье жителей и гостей нашего города. Что касается датчика, у меня поручено, конечно, согласовать с Департаментом дорожного хозяйства, чтобы этот датчик был самый современный и действительно отражал ситуацию. Накануне нового учебного сезона особое внимание уделяется организации пешеходных переходов и тротуаров у школ и детских садов. Глава города отметил, что все предписания ЕБДД должны быть выполнены до 1 сентября. Начальник управления благоустройства, в свою очередь, отметил, что проблемы есть с нанесением разметки. Причина – неблагоприятные погодные условия в июле. У большинства школ отсутствует горизонтальная дорожная разметка и пешеходный переход. Мы тут уже проехали немного. Это, например, улица Ленинградская, улица Советская, улица Кирякиных, улица Дьяновых, улица Степановых. Большое количество нерегулируемых пешеходных переходов, не оборудованных дополнительным освещением, что существенно повышает вероятность наезда на пешеходах. Кроме того, на комиссии приняли решение организовать одностороннее движение на участке улицы Варенцовой от Палихской до Станка. Подводя итог заседания, Владимир Шарыпов напомнил о приоритетных задачах для будущей встречи. На первом месте – подготовка города и уборочной техники к зимнему периоду. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ «Иваново».